Между нами пальба А чё пьяный врач мне сказал? Чё пьяный врач мне сказал Между нами Стрельба Между нами, как минимум, мы точно разобрались Бля, мне нужен скайлайн Да, мне нужен скайлайн Чтоб отсюда сленять Да, там есть такие слова? Да, чтоб отсюда сленять Это жёстко Тратил тебя по КД, знаете, чё значит? Что? Короче, есть способность какая-то у тебя в игре, типа Ты её используешь Но у неё всегда в этой игре есть какой-то откат Типа там 3 секунды Через 3 секунды ты можешь опять эту способность использовать И вот Кол тратил себя Госзакупки игра называется? Это как нитро, ебать Я понял, нитро в этом, знаешь? ВFS, когда набрал его с помощью того, что ездил рядом с другими машинами Да, ты потратил И такой, бля, чё за сука, 180 км в час так медленно И потом 184 Да, конечно Там же не бывает же такого, типа, нитро вообще В жизни В жизни есть нитро Есть в натуре И люди реально такие, вот так ездят Я не стягу в машину Ни разу не видел машину с нитро Ни разу? Чё, мы можем предположить, что нет машин с нитро? Да нет, наверное А прикиньте, это заговор реально Вот, типа, машин с нитро не существует Да Типа Да как он? Торетто, да? Вот он, короче, чёрт Не, ну по факту же Вот в фильмах всякую хуйню же придумывают Типа, блядь, придумали же, что есть чужой Ага А чё, думаешь, нитро не могли придумать? В общем, Егор работает на телевидении Он КВНчик бывший Бывших не бывает, блядь Это про наркоману Да и всё, наверное А ты чё можешь, Рома, сказать? Да, я так и думал А то, что мы с вами команда по импровизации Вы вообще забыли, да? Мы забыли после того, как ты ушёл в другую команду по импровизации И забрал наши деньги, которые мы должны были выиграть Короче, история Мы с пацанами играли в импровизацию Проиграли чувакам из Екатеринбурга Потом меня позвали в другую команду И мы выиграли этих чуваков из Екатеринбурга И забрали главный приз Полтинник Вот такой вот засланный И когда я написал Получается, типа, Егор, да? Когда мы проиграли Екатеринбургу Мы его натренировали Нет, мы просто тянули команду вниз Вот была бы вот эта баба из слабого звена Сказала, кто тянет команду вниз? Егор говорит, это они, блядь А я пойду к пацанам Не, мы просто сильно много внимания уделили тому, чтобы научить Егора импровизировать Сто процентов Это при том, что я участвовал только в одной из сцен, по-моему, да? Да, вот мы и слили Короче, когда я А ты в какой играл сцене? В который мы проебали, наверное, да? Скорее всего В любой Когда я написал пацанам, что я все-таки победил Нет, написать там Красава, бро, поздравляю Там начались истории Что, может, поделишься выигрышем? Ну что, фрилансеры, понятно, я не обиделся Мы просто старые, опытные Да-да-да, сходу с козырей Отжимальщики Где-то деньги появились Ну все, в общем, собственно, подкаст завершен у нас Все, всем спасибо Егор Красава Короче, расскажем Егор работает не специальным корреспондентом Он ездит по всяким интересным поселкам У нас их много в Тюмени Брата, очень важно Не поселки Села и деревни Села и деревни Доебался Потому что, смотри, вот ты сам с Хмао, да? Да Ты с Хмао, я с Янао У нас только поселки там А что очень характерно В Тюменской области в основном села Там поселок один, Галышманово, вроде как Галышманово же это городское поселение, вроде называют Слушай, ну сейчас ты доебался Ну что-то такое теперь я слышал А чем отличается село от поселка? Я знаю, чем село от деревни отличается Ну-ка Наличием церкви Да, прикинь Соответственно, в селе есть церковь Да А в деревне живут нормальные люди? В деревне обещали церковь Кому? Кому? Махмуду, да? Отвечай, Махмуд будет церковь Нахуй церковь твоя не нормальная Я и так в деревне по кайфу живу В общем, он ездит по селам и деревням Деревням, наверное, да, правильно? Не знаю Ну, бля, я же на телевидении не работаю Как правильно говорить? А я что? Я же не специальный корреспондент Деревенским поселением, вот так скажу Да, и, короче, Егор там ездит Берет у людей интервью Общаюсь, общаюсь А вообще, как вы словили этот тренд Ездить по селам и деревням? Да, все просто Я снял историю про Вензели Это место, куда привезли коронавирусных ребят Наших соотечественников из Китая Это родина Вен Дизеля? Да Вен Дизели Да, Вен Дизеля, который включает нитро, брат Да, да И все А там в Вензелях просто психушка жесть Там они вообще через одного нитро включают Я тебе так скажу Да, про психушку я не рассказывал Потому что, ну, как бы, не это Телевидение Да Вот Снял, подумали, что прикольно И родился не специальный корреспондент Как формат Не специальный, потому что Вот антиспециальный Вот специальный корреспондент Это люди, которые официально Снимают всех главных людей города Там чуваков с галстуками и так далее Я же общаюсь с людьми Чем проще, тем круче Короче, специальный корреспондент Я вам так скажу Это, короче, человек Когда вы смотрите какое-нибудь интервью по телевизору У человека берут интервью Ну, на улице, например Его снимают И он смотрит Вот Типа все думают Какого хуя ты не смотришь в камеру А он смотрит на специального корреспондента Это специально обученный человек У которого не затекает рука Он держит микрофон вот так вот И делает следующее Да, перед этим он говорит Смотрим на меня, а не в камеру Да, да, да Смотрим на меня, а не в камеру И такой тот тоже молчит он вот это специально а егор не головой не кивает короче он не собака на бардачке я только истерично смеюсь после того конечно говорят но этого классно сделали вывод типа прикольный ролик бомбанул до 1 свинзелей он же зашел собрал нормально да да он собрал он интересно он зашел я вам как бы так знаете он зашел потому что типа вы снимали про коронавирус да про одну типа актуальную тему и такие а чего бы не снять другие села и деревни там нихуя нет актуальных вещей но раз вензели короче там типа какая фигня у каждого теле телеканала и так далее есть своя целевая аудитория если вещи которые заходят больше которые заходят меньше у вас колхоз заходят да ну реально людям интересно смотреть на новое доктор да поэтому шай я гуляю часто по селам там домишки извини меня да я шучу ну там и здесь там и землица конечно подешевле стоит сто процентов и вот и возникла тема что формат том которым я работаю и села в симбиозе дадут что-то прикольное ну так и получилось не батя ну как рассказы а если я просто трезвый отличие от вас сегодня а если если вот деревни кончатся и тебя вышвырнут на улицу я тебе больше скажу на улицу блять города как здесь вообще люди разговаривают задумайся вдруг они используют тебя только потому что они сами нахуй не хотят под соусом того что это всем интересно как он вообще заворачивать симбиоз блять под соусом а мы тут телек пацаны он проски все работают блин мать признала что мы с ним тесто одного нас бояться очень стал белый лицом стоял когда мы с братухой шли на него обожаю разума мы был на четырех концерт прикинь на 4 да он его помнит еще волосатым не нет он не помнишь это очень давно было у него охренительные туфли вот он всегда он всегда выходит во втором отделении в охренительных туфлях если добрый туфлях наверно я всегда обращаю внимание очень крутой мужик реально а в первом отделении в чем босиком босиком да нет шучу но я не первом отделении обращая у меня только по 2 он босиком выходит такой отыграл валера разносил на гитаре сего так представляет а как ну не вот бля я просто вчера видел истории с концерта дедюли воду реально так вот это знаешь есть такие ремни на гитару чтобы вот у него он прям впритык знаешь как у него гитара тяжелая потому что видел там 18 струна у него гитары у него просто короче гусли это знаешь когда рим ну типа ты поправился в ремне еще не пробил дырку и пытаешься блять он вот так вот играть опять розенбаума нахуй играть все как в райдере у него и было чуть-чуть маленький ремень мне и что еще оливки меня и племянника да я же дедюля я просто один оливки не вывезу а мне главное племянника взрослого что маленькие дети оливки не любят из детства сейчас так плотно так много шуток сегодня потому что пацан с телека пришел не можем ударить в грязь лицом не могу покажи как валера разносил вести туфли и грязь короче мне кажется нужно рассказать зрителям о том что было буквально 15 минут назад о том как я как будто знаете сейчас о цензуре подверг подвергся да как на телике прям так разговаривать говорит что реально есть цензурно конечно а какая ну в чем она заключается нельзя плохо говорить о власти почему ну а типа плохо можно ли правду говорить но если например правда если правда дискредитирует то нет ну наверняка дискредитирует наверняка ну мы не говорим и тогда просто опускаем эту тему не мы как я и кто-то как по целом абстракт на телевидении я видишь я короче постараюсь максимально от этого отойти чтобы ничего чтобы нормально ночью спать то что наш борьба самим собой это очень такая сложная штука когда ты думаешь о том может быть ты это что-то там сказал такое натуре есть ну слушай когда тебе срезают какой-нибудь материал только потому что там допустим ну вот это как происходит вообще непонятно а как происходит редактор типа вы слепили получается видео какой-то репортаж допустим как вам понравилось да вы даете на редактуру так я понимаю но у тебя есть несколько инстанций шеф-редактор смотрит то что ты сделал после этого смотрит режиссер после этого это выходит в эфир вообще вообще это все расписывается то есть ты должен еще в тексте перед тем как пойти на монтаж показать человеку который за твой контроль это все дело что-то там расписано прикольно либо у нас только ромина жена смотрит подкаст перед перед выходом отвечают если посмотрел горит а нормально выгружаете да весело вроде что то есть димас как проститутку обыкрал это пиздец конечно вот так говорил кстати посмотрите ссылка на предыдущий подкаст я вроде так умею сделаем сделаем вот она мы еще и тайм-кода ибо освоили прикинь кормами тем короче мы шарим ютубах да 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 только у нас раз 200 просмотров на 2215 пацаны нормой сотнящик мониторит и город егор за нами следит видеть очень к очень круто что мне сегодня позвали то что мои видосы вы себе не репостите хоть так появлюсь вашей аудитории но я не могу в смысле если бы я не моя это популярность я бы его репостнул с удовольствием ну я не могу просто себе позволить и мне тоже не позволяет так ты слышал ты смотрел прошлый подкаст рома как блять мы что-то разговаривали там друг про друга история рассказывали и рома когда этот про меня разговор зашел и рома говорит да мне уже серёга достался нормальным адекватно заебись хозяин спасибо большое дайте ручку я поцелую дайте ручку я поцелую вас жопу подержусь за руку очень люблю за мокрое держаться а чё это кто так чё на телике вот допустим если хотя и хочешь поговорить о какой-нибудь теме какой но бывает такой очень хочешь ну у тебя бывало вообще за карьеру что-нибудь такое но давай не будем его сейчас нахуй потом блять и не знаю на биржу труда его возить пацаны пиздец меня уволили давайте с вами подкаст по записану да да блин это страшно да короче мне кажется нет нет ничего такого что я бы я вот рассказал и прям открыл бы глаза во мне кажется вы так понимаете как все работы я не но смысле вот у меня этот мне жена живет тоже работала в юганске телеке они там короче там вообще все тупо максимально там короче ездили просто снимали тех кто заплатил и вот они о них снимали короче но это называется джинса на телевидении проплаченный ролик за я все они были такие короче ты джинсовые да ну типа блин солы более и все и короче это даже в ресторан не знаю может у нее тоже там это нельзя по договору рассказано сейчас расскажу я сейчас скажу что вырезали этот снять надо было ресторане короче типа про пролаченный ролик типа ну там ерунда типа по деньгам и этом ей принесли короче еду и говорят только вы не ешьте ну типа снять только вы не ешьте да то это тому столику ну а как бы это показательная еда кушать бутафорская хотя бы какой туда сделать кадр что вот я типа в этом чтобы эмоция хотя достаточно вкусно похуй пусть не ну типа чтобы хотя бы это действие было какое-то вообще не трогайте блюда говорят жестко короче на телеке смешно весело ну либо трогайте только мы 520 рублей вычтем да блин а вот и сказал типа и вот если я скажу что-то по телевизору например типа что мы не знаем например короче сегодня видели ролик дмитрий киселев ебану он мастер вообще он конкретный мастер он не следит дмитрий киселев я знаю кто ну вот он он так все красиво рассказывает если бы я был долбоебом я бы верил тогда же политтехнология не знают как обходить вопрос он нет он прям говорит были все у нас охуенно у всех все плохо мы россия путин при нем заебись без него всем пизда расскажу история в италию не расскажу историю я столкнулся с этим спрашиваю у человека не буду ничего называть плане конкретности село село значит а подскажу к человеку и он говорит но это ты же знаешь что коронавирус это чтобы китайцы чтобы их экономика разрушилась это же американцы ну типа ты 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 что не в курсе я такой ну ладно окей и через два-три дня я натыкаюсь на видео какое-то тв где говорят на вполне серьезных щах на самых серьезных щах о том что и так breaking news типа срочные новости у раскрыта тайна коронавируса корона дональд трамп корона там уже показано же устраивал или 20 что да вот вам и ответ чтобы китайскую экономику разрушить а россия с китаем друзья и и прикинь это вот реально вот такие в массы это по первому каналу было первым тип как она причем вот этот чувак который вел вот эту программу он из старых ведущих он какой-то там ну чуть ли не самый главный ведущий на первом канале короче ну типа он какой какой-то главарь короче он там рассказывал я помню но он там мне кажется там там просто вырван был сюжет из контекста и там мне кажется это был степка причем это дарит вполне подходит под какой-то смешной пара до смешную пародию какого каких-то новостей а люди на серьезных щах потом это все транслируют но вообще на самом деле вот про то что китай типа говорят ну что американцы запустили от коронавируса чтобы у них экономика упала там короче китайцы ебать как швырнули же помнишь и рассказывал они короче когда вот это весь хай поднялся по поводу коронавируса их акции начали падать много компаний у них ну какие-то пакеты акций у американцев наших айфоны тоже режет производства находится там все акции на производство в китае акции да 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 акции начали падать американские у ее и ее и что-то надо делать начали сливать китайцам китайцы давай покупаем купим купим и сейчас акции dyn 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 и китайская Экономика будет полностью почти в руках китайцев И да, акции принадлежат Китаю Изи Китайцы могли провернуть, не купить Да, запросто придумать Я смотрел видос, когда чувак Который закупил очень много Мандаринов на китайский Новый год Из-за того, что город Закрылся, просто размолачивает Все, что видит Так страшно стало от этого Что он просто такой в отчаянии Все мандарины свои нахрен переразбил Почему? Как разбил? Ну, прикинь, он закупил очень много товара И который не реализуется Потому что никто его не купит Типа, они что тупые? Мандарины, это же витамин С Стопудовно, это за мандарины Это единственный ходовой товар Там проблема дойти до мандарин Это босс, да? Как в Марио Там всякие чуваки ходят Черепашки, знаешь, на которых прыгаешь Потом еще раз прыгаешь Играли в Марио уже? Да А вы видели в Тюмени, где Марио, как пасхалка, нарисован на крыше? Нет Там, где Гарден на океане Там сверху, обратите внимание на крышу Там Марио прыгает в эту зеленую штуку Это даже такой стрит-арт Это, да Вообще, ну в глаза очень не сразу бросается На самом деле Пришлешь картинку Сфоткать Вот здесь она появится? Да Да нихуя не появится Мы тогда костюм Демаса тоже Говорим, а если, блядь, давай на весь подкаст Зарядим Демаса в этом его ебовом, блядь, зеленом костюме Он же красный Пацаны Не, красный это новый Был еще зеленый Зеленый, блядь, в клетку Красный тоже в клетку у него? Да Ебать, Демас вообще клеточник Одноклеточник Одноклеточник Я возьму этот сложный монтаж на себя Да, не оставь Ладно Мы тут ничего не сделаем Беспонтовые вообще Демас, что, как вообще? Вы с ним общались? Нормально Демас поехал со своим тренером в бейсбольной команде Это его батя, я все правильно? Да, да Мы как узнали, что Демас обокрал проститутку Мы вот еле-еле дотерпели подкаст Предыдущий все скажет Блядь, Демас все свалил Что значит обокрал? Он взял ее ответственность на себя? А ты не досмотрел Вот, говорит, я смотрел подкаст ваш, блядь, я не знаю Не, ну да, не досмотрел Ну, посмотри Посмотрите, если не смотрели Там Демас обокрал проститутку Это конкретный кликбейт Я тебе отвечаю вообще Это единственный кликбейт на нашу На второй выпуск Работаю на утренний То есть там позитивный контент в основном А, типа, ебать, у нас в зоопарке родила тигрица Ну да, такие бантики Нормально Классно Ну слушай, ну мне это больше устает Да не, мы шутим Да не, прикольная тема на самом деле Творчество Лучше, чем у проституток воровал Хотя даже эту новость нельзя взять Про проституток что-то сворвал? Ну, Дима, он вернул А, кстати, вы же приходили к нам на шоу какое-то с Димой Вы одевали какую-то женщину Да, 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 я помню Расскажи про это Бля, короче Звонит мне Димас Говорит, братан Пиздец Вот так вот он Меня позвали на региональное телевидение Подтянули на региональное телевидение Говорит, тут какую-то передачу Я такой Говорит, пойдешь со мной? Я думаю, ну, блядь, ну как кинтажа не брошу Бедя Даже в такой ситуации Мы приехали Да, там заключалась суть в том, что какая-то женщина Ты позывал, Егор? Нет, я еще не работал Девчонку какую-то нужно было одеть Она смотрела Как там, что было? Она Наснимал пацан Она смотрела это где-то в комнате Мы ее не видели А у нас были вводные Что она Куда-то с подружкой идет Там в музей Две подружки в музей идут Я думал, там, блядь, Клавдия Ивановна какая-нибудь будет Ой, блядь, пойду в краеведческий музей Шаль найдите мне, пожалуйста Все, мы пошли по магазинам искать ей наряд Но там было очень весело Мы вообще орали, прикалывались Мы выбирали всякое говно сначала А она в это время видит, да? Да, да, да Она выбирает И ее под съем, там ее комментариев Ой, блин Ой, ничего себе, такие дураки Да зачем такое? Но в итоге мы выбрали вообще Молодая девчонка? Ну, как они возраст такая Ну и че? Да, не, наверное, моложе И че вы ей выбрали? Тебя видно Ладно, уберу Да это же шутка Монтаж на мне Да нет А ты просто Марио вместо него Да не, не Мне кажется, моложе у нас девчонка такая Ну, почему-то в музеях пошла Одели вы ее? Одели, да А че, куда должна девчонка твоего возраста ходить? Ко мне в трусы, блядь Ну, так я Я же говорю музей Краеведческий Музей освоения севера Лохматых годов Да, да, да Россия моя история Вот первый этаж Вот, давай, посмотри Древляне, блядь Хорошо, что не восковые фигуры Юрий Долгорукий Вот Восковые фигуры у него бывают рядом Нет, нет, Георгий победоносец у него Да, да, да Шапка Мономаха еще Какие? Шляпа Мономаха Более подходящие Хлеб всему глава Прерии 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 это если, короче Жарко Ну да, да Все, ладно Рассказывай концовку истории Ну, короче, мы ее одели Все Ей понравилось? Да Да, ну там нормально На шмот мы что Нужны тупые Смотри, как усилить Вот если что Мы чисто делали просто Мы делали контент Мы контент-мейкеры Мы просто сначала прикалывались А потом одели нормально Все, как контент-мейкер Говорю, как усилять этот контент Эта девушка должна тогда Вот если она смотрит Как у пацаны А это Ну, если это Ну, ладно Пофиг Можно снять, как вы ходите А потом она смотрит Как будто онлайн это все Вот Сидит, смотрит Как вы выбираете эту одежду И она должна сидеть все время Это голая ждать Да, типа Блин, капец Давайте быстрее Мне холодно На улице еще Приколи, Егор Какой-нибудь Интересную историю Какой вообще Из поселка Из сел Куда бы ты нам советовал съездить Просто, ну, прикололся Реально? Да Съедете в Гатапутово Это Это Сорокинский район Если я не ошибаюсь Рядом с Викулово Там все блестяще Там все по кайфу Там есть чувак Который ездит на Ушах Да, на ушах Ездит на санях Вот так вот У него конь впереди Он сзади катает своего брата Я думал, ты просто перепутал Типа на сане и лыжи Типа он ездит на санях Такой Коньковым ходом Вот Вот Там есть Короче, ферма На которой 900 коров Уф Я туда Я доил корову Пацаны, короче Реально Это очень страшно Потому что Мы были с оператором И он включал свет А корова Она боится Боится И, короче Легалась Чуть ли не Да Офигеть И вот потом Я пил это молоко Парное? Ну, не совсем Его там охладили Ну, это не то, которое я надоил, короче, а другое. Ну, нормально. Вообще, в деревнях, в селах люди позитивные и простые. Да, вот это мне нравится. Я вот говорю, когда недавно ездил опять к бабушке в хутор, я давно в хутор не ездил к ней, короче. Бля, супер, там атмосфера классная. Да? Вот эти чуть-чуть иногда подбуханные люди вечером такие. И там еще говор такой, я тебе говорю, блядь. Знаешь, что я заметил? Вот люди, которые живут в таких местах, у них есть одна особенность. Они могут говорить, как у них хреново в селах. Ты нет. Не дай бог кто-нибудь скажет, что я, короче, считаю, что у вас что-то не так. До свидания. Его съедят всем селом. А если они сами, они могут. Все. Типа свое болото. Но, блин, классный. Был я, короче, не знаю, смотрели ли, нет. Ну, вы-то навряд ли. Стою я на остановке. Вы мой контент не смотрите. И спрашиваю бабушке, вы давно тут живете? Она говорит, ну да. Я говорю, и жениха тут себе нашли? Она говорит, да. Говорит, у меня и сейчас есть ей 83. Говорит, мы с Тамарой Тимофеевной на движуху ходим. На движуху? Да, рядом там. Слово, на движуху. А рядом Тамара Тимофеевна. Говорю, вы на движуху ходите? Говорит, да. Да. Говорю, скажите, какой нет. А потом, говорит, у нас тут хлопцев нету. Я говорю, а вон тот. А этого мы знаем. Он приходит. Они, говорит, красивые. Посмотри на них. Короче, они очень простые люди, очень прикольные. На самом деле, и в маленьких городах же. Мы же все с маленьких городов с вами. Там же тоже такие добрые люди. Я когда приехал в Тюмень, я высадился сначала, на самом деле. 12 лет назад, когда приехал, я такой, ебать, какие все для себя живут. Ну, все в себе, скорее. Да, да, да. А в маленьких селах, ну, чё-то кайфуют люди. А чё жаловаться-то? Это вообще всё сгниёт. Я на себе, знаешь, как это ощутил? Недавно понял, что я хочу быстрее нажать кнопку на лифте, чтобы ещё чувак мой сосед не добежал, и я с ним не их. Вот ты мразь. Ну, вообще-то, ну, серьёзно. Это причём во мне внутри, я не знаю. Я как бы головой-то понимаю, что, а чё такого? Это всё тебя поменял город. Это город, поэтому надо чаще всего ловить. Изменила тебе Москва, Егор. Жёстко. Я вот сегодня Ромчику говорил, что я вообще кайфуюсь с соседями. Ну, кто кайфующий, я всегда здороваюсь, улыбаюсь. Там, блядь, сегодня тётке дверь открыла, одну, вторую, третью. Между второй и третьей она говорит, спасибо. Я говорю, тормозите, не надо, от окрана спасибо. Открываю. Она такая, хи-хи-хи, хи-хи-хи. Говорит, блядь, лучше с пакетами помог. У меня недавно товарищ рассказал смешную историю. Он сейчас живёт у меня. Он приехал учиться с того самого посёлка на машиниста. Ну, он уже машинист повышать классность. То есть ты зазнакомился на съёмке сюжета? Не-не-не-не. Это чувак, который уже с посёлка моего. И, короче, он рассказывает, он едет в лифте с девочкой. Внук движущных бабушек. Да-да-да. Так, всё, я рассказываю. Давай-давай. Ладно. И всё, и он едет, короче, в лифте. Ей на шестнадцатый, ему на семнадцатый. У неё в руках чипсы, кола там. А, не, у него в руках чипсы, кола. У неё, короче, в руках пицца. И она ему говорит, может быть, поменяемся? Ну, потому что ей, как бы, выходить раньше, чем ему. Ну, он такой, типа, ну, давай, протягивай. Говорит, давай. Говорит, может, вместе пожрём? И она вылетела, короче, убежала от него. Он едет, ни хрена понять не может. Потом только срастил в башке, что поменяемся, типа, местами раньше выходить. Ну, типа, прикол. Блин, ну, хотя бы, она хотя бы не забздела, не забздела поговорить. Некоторые люди, вот это, знаете, самая неловкая ситуация, когда заходишь в лифт и смотришь, блядь. Вот куда ты смотришь? А есть такая тема, короче, вот... Ну, это зеркало, нет? Ну, у тебя модный лифт, у него ещё и музыка. А ты на каком лифте же? На каком этаже же? На девятом. А ты, когда едешь с кем-то, ты нажимаешь на кнопку, чтобы показать, что ты на этом этаже живёшь. Ну, да. Есть такая тема, короче, много кто ждёт специально пока выйдет, чтобы не показать, на каком этаже ты живёшь. Ну, это вообще, что за прикол? Такой шпион. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. А прикинь вам на один. Да, ему говорят... И он ещё проехал и вниз спустился. А самые, знаете, какие люди прикольные, которые говорят, да, мне выше, ты нажимаешь такой на шестой, а они такие, а, нет, сука, ниже. Да-да-да, мне на второй. Не, я хуй знает, есть ли такие, наверное, просто представила. Мне кажется, сейчас ещё время прошло от того, как лифт открывается, а там кто-нибудь спит, блядь. Ну, типа, была у вас хоть раз такая штука? В лифте? Да, ну, реально, ты открываешь лифт, а там кто-то спит. Ну, такой, путешественник начинает. Нет, у меня НАСАНА в лифте недавно было. Прикинь, обычный, ну, нормальный дом, типа, новостройка, ну, как, не насильная новостройка, там, Пермяково, я не знаю, в каких годах они строились, там, 2005-2006, НАСАНА в лифте. Я вообще опешил. Я вот, ну, не знаю, типа, ссать в лифте очень легко, вы же знаете, как правильно ссать в лифте? Есть инструкция? Да, я не понимаю, почему никто её не пользуется. Это, во-первых, безопасно, во-вторых, ну, типа, чисто остаётся. Ну-ка, как? На двери, ссать надо на двери, потому что после дверей оно стягивается вниз туда, по дверям сливается всё просто-напросто, и ничего не остаётся. Лайфхак? И когда ты, то есть, ты стоишь, если, как бы, ты мужчина, у тебя есть... А если ты женщина, давай так. Если ты женщина... Такое ощущение, что ты учился на ссыкуна в лифте. А чё его там, где у него экономический вуз, да, какой-то? Да, уже мировая экономика и подцекание в лифте. Это, знаешь, типа, дополнительно, как есть переводчик, и ещё ссыкун в лифте. Допообразование, да. А как и сокращенно МЭ и ЭСВ? СВЛ, да. СВЛ, да. Да, СВЛ, да. Факультет СВЛ, да. СВЛ, да, СВЛ 08-1, группа, да. Короче, слышь на дверь, и всё падает в шахту. Ну, тебе легко, говорит, ты пацан. Да. А как девчонке? Девчонке нужен переходник. Это нужно, типа, знаешь, на корточке, ещё типа шпагат на корточках. Переходник. Она, короче, должна... Или можно вот так вот, всегда надрезанную вот так вот бутылку, вот так вот тут надрезанная под пипирник, вот здесь открываешь, и получается сюда пипирник твой. Угу. Я только срал. Ну, в смысле, только что. Блин, ништяк. А ну ты препод, получается? Вот, знаешь, я влюблю эту хуйню, когда говорят, ты где учился, я там преподал. Бля, я министр образования. Блин, это в лифте чё-то ещё интересное, наверное, у кого-нибудь было. В лифте? Да, я почему... А вы застревали? Да. Да, мне чё-то не очень страшно. Я пару раз застревал. Вообще ничего-то это. Да. А реально связываешься с кем-то? И существует человек, который сидит и ждёт, пока ты застрелишь. Да, есть такая. Ано! Вот так они говорят. Ано! Сейчас мастер-плее! Полчаса проходит. Ано! Блин, тесно мини! А знаешь, почему она так говорит? Почему? Потому что представь, как ей тесно в этих кнопочках. В натуре, прикинь. А если на них ещё нассалят? Да, вообще неприятно. Или подожгли. Блин, а вот, короче, всегда же раздували, если лифт будет падать, да, вот ты перед падением, типа, подпрыгнешь и живой останешься. Может быть такая ситуация? Или там внизу, типа, штыри? Знаете, как помните в Mortal Kombat в первом, когда Шансон, короче, упал, вот с пропасти, там были такие железные ёлки. Почему железные ёлки там стояли? Почему мне просто арматуру не поставить? Ну ладно, вот, типа... Спорная херня, ты же подпрыгиваешь, у тебя всё равно же к потолку прибивает. Да. Ну меня да, бля, а вам-то карапузом легче. Не, а мне кажется, подождите, если лифт-то будет падать, во-первых, да? Я же буду тянуть вверх. Ну он сомневся. Да, наверное, нет, наверное, ты, когда, если он будет падать, наверное, ты прижмёшься тоже к потолку. А если вот так вот сделать, знаешь, как вот между стенками мало делать? Ну, мне кажется, какое-то смягчение ты точно получаешь. Надо затестить. Тут же надо рассчитать ещё вот это вот, сколько ты будешь падать, чтобы вот это высчитать, когда тебе подпрыгивать, когда тебе вставать. А, блин, слава богу, вот реально. Ну как, на новых лифтах ты будешь падать и подъезжай к первому этажу, вот это будет... В эти моменты нужно отдать дань людям, которые реально это всё проверили. Что проверили? Джейми и... Оливер. Да. Кто это? Это Повар. Разрушитель легенд. Нет, Джейми и... да, Разрушитель легенд. А как их звали? Джейми. Джейми и второй. Стыдно, сука. Ты только что называл. Не, не Оливер. Ничего стыдного нет. Это не отечественные ребята. Ну да, да. Вот эти вот Джейми и... Так и что там было? Ну, сто процентов они проверяли. Можно сейчас в Ютубе вбить, типа, что будет. Спасусь или я буду подпрыгивать, когда лифт падает. Проверяли они реально? Сто процентов. Они проверяли всё. Они живые? Ну, конечно. Ну, значит, всё нормально. Кто бы их убил? Бля, знаете, сейчас что подумал? Егор, можешь рассказать историю, вот, короче, за которую тебя не уволят? Но кто-то из коллег по-любому будет, говорит, он, сука, еда. Сложно, надо было заранее сказать, я бы подумал. Я бы придумал что-нибудь. Я бы сделал что-нибудь дерьмо. Я бы придумал что-нибудь, да. Да нет, я не знаю. Бля, расскажи за тему. Помнишь, это был, типа, кастинг недавно? Вообще были приколы на кастинге? Как, типа, какой-то кастинг вообще? Расскажи, как проходил кастинг? Как вообще, как ты попал, бля, давай с этого начнем? Я? Я не проходил кастинг. Ну, не, давай без кастинга, ты как попал? На теле? Ой, это вообще, короче, я работал на мой портал точка ру, это digital smart. А как ты туда попал? Туда, с армейки приехал, устроился. С армейку как ты попал, да? Не-не-не, по поводу армейки. А там, типа, единственное требование, типа, отслужил, всё, пиздуй на мой портал. Да нет, там было, там брали всех более-менее с головой, потому что там платили, ну, и там, тысяч двадцать, короче. О, типа, ты в армии был? Да, значит, с головой, значит, ты умный человек. Нет, да там работала на позиции менеджер проектов знакомая, которая с Губкинского, это там где, откуда я, по сути. Ну, и порекомендовала, и всё взяли. По блату, да? По блату. Всё связи, всё связи. А потом с моего портала? Да, с моего портала я решил пойти заработать кучу бабок, устроился в продаже. Менеджер по продажам. По продажам чего? Моего портала? Реклама. А, реклама? Продажи рекламы, да. Где? На моём портале? Дубльгиз. А. Дубльгиз, продажи рекламы. Офигенное место, где можешь зарабатывать дофига бабок, только ты должен уметь продавать, да. А как это? Ну, там есть скрипты продаж, холодные звонки, короче. И ты звонил? Звонишь, да. Я тоже звонил просто. Звонишь, восемь, а там два этапа у тебя, или три этапа, я уже точно не помню, представляешься, говоришь, почему конкретно этот человек должен с тобой встретиться, как-то с ним объясняешь, потом приходишь, ну так скажем, обрабатываешь его. Ну, таких установок там не давалось. Ну, нет, короче, по сути. Там всё... Сколько звонков в день делал? В 15-20. 15-20? Так, смотри, ты два часа звонишь, по сути, человек полтора-два, и потом у тебя три встречи во второй половине дня. А, ты встречаешься. Встречаешься сам, да. А, ну это значит получалось у тебя. Ну и... Чё, ну там, знаешь, из разряда, ты план выполняешь, но потом звонит какой-нибудь чувак, говорит, у меня разрыв кассы, я не могу оплатить, в итоге ты без плана, на тебя все агрятся и так далее. В итоге настал момент, где мне говорят, следующее невыполнение плана, это твое увольнение, но ты автоматически начинаешь в башке, типа, другие варианты искать. И просто, опять же, есть девочка с туда, откуда я, которая попросила заскинуть резюме, вот, и попал на телек. Пиздец, дубльгиз, проебали Егора. Да? Нет, красавцы, хорошо, что так. Был бы единственный, короче, в мире в дубльгизе не специальный корреспондент. Он бы ездил по, блядь, поселам и продавал бы рекламу на поселом, прикинь. Дубльгиз. Там самого дубльгиза нету, это ещё реклама. А дубльгиз это вся Россия, нет? Ну сейчас да. У тебя уже международная компания. Компания давно международная. Да. Они даже есть в Арабских Эмиратах. Представляю. Нифига себе. Да. Ну, кайфово, кайфово, так и надо. А чё в Арабских Эмиратах раньше появилось, дубльгиз или ламборджини? Ламборджини. С чего ты взял? Потому что чё, побогаче, нам первые. А, всё. Подожди, а ламборджини с нитро или без? Пэээнч! С чем хочешь? Хочешь покрас лампас разукрасить? Давай сюда. Хочешь там. И чё, вот ты скинул резюме, ты пришёл на телевидение, говорят, чё хочешь делать или сказали, ты будешь ездить по сёлам? Есть два путя у тебя, говорят. Два путя у тебя есть. То есть, ТСН — это, по сути, новости в том консервативном виде, в котором они существуют. И что-то более-менее весёлое. А почему люди в новостях не улыбаются? Ну, типа, ведущие. Я не задавался такой вопрос. Ну, давай подумаем. Наверное, потому что там новости грустные могут быть. Ну. Типа, взрыв чего-нибудь. Да, взрыв нельзя говорить. Вспышка. Хлопок. Вот как ты говоришь, разрывы кассы. А почему нельзя говорить взрыв? Ну, типа, люди это пугают, я так считаю. Я не знаю, я точный ответ не знаю. Ну, взрыв или хлопок? Тебе какая фраза менее пугает? Бля, ну вот люди, которые там вот в очаге хлопка, как бы им похуй вообще взрыв или хлопок, они все... Ну, это же средство массовой информации. А, ну да, да. Они должны регулировать эти моменты. Сил подноготную. Вот, ребята, суперинтересный выпуск. Вы вообще супер включили сейчас. Согласен. И все, ты зарубился туда? Да, зарубился туда, короче. И первые недели-две я просто ходил вообще, потому что там не то, что в штат попасть, тогда просто начать деньги зарабатывать. Нужно себе зарекомендовать. Все, я снял какой-то тупорылый сюжет, который не является каким-то там смешным, не смешным. Просто надо было рассказывать про то, что появилось уже в городе на, собственно, день города. Это табличка, на которой расписание. Тупее, чем это, знаешь, была история из разряда. Вот, короче, велодорожка открылась. Вот, ну я не помню. И ты должен был ехать мимо камеры вот так вот. Что-то абстрактное, ну понял? И вот, и, короче, и я снял, мне нифига не получилось. Ну там ерунда. А потом мне сказали, иди снимай ту штуку, которую ты сам придумал. Я им скинул варианты того, что я могу делать. Вот, и там была тема. Меня реально это интересовало, куда едут бабушки по утрам. Вот, что за фигня, короче. Ты в автобус заходишь, а они там. Я снимаю этот выпуск, и на следующий день мне предлагают работу. Потому что... А ты узнал, куда они едут, ёпты? Бро, на дачу. А где ты был? Ты где снимал этот выпуск? В автобусе. Где именно? Цветной бульвар. Цветной бульвар, центральный рынок. Реально? Не там ты, там неприкормленное место. Я вам так скажу, короче. Однажды ехал куда? В лагерь, в Снежинку. Да. И, короче, уезжал я с медоборудования, знаете, остановил. Да, есть. Ну, в Тюмени есть медоборудование. Это, блядь. И вдруг у нас не с Тюмени кто-то смотрит. И, короче, пиздец там бабок вообще. Это столица бабок. Ну, оттуда, потому что рейсы все на Криводаново, на это все стоит. Ну, наверное, там их очень много. Там еще такая мини-ярмарочка, там рыдак, там туда-сюда. Ну, и вот, короче, сюжет получился резонансным. На самом деле, даже... Как про Голунова, да, история примерно? Круче, блин. Прикинь, даже подошла девчонка, я уже не помню кто, ну, коллега, как видимо, говорит, дай я тебя потрогаю. Типа из разряда нифига себе. Там, типа, реально вызвало очень большой резонанс, потому что до меня такого никто не делал. Проверила температуру. Ну, да, дай я тебе потрогаю. Ты живой, говорит, вообще, нет? Ты дебил, что ли? У бабушек спрашивали какую-то херню, короче. Не трогай их, блин. Ну, и все, мне предложили работу, и вот так вот потихоньку, помаленьку вот работали. Блин, ну, вот не хочу обижать телевидение вообще любое региональное, но вот, короче, когда Егор там появился, я увидел первый ролик и думаю, блин, ну, вот хоть что-то. Да, хоть что-то. Хоть что-то интересное. Да. Хоть что-то, что не стыдно посмотреть в интернете. Да, да, да. Ну, не каждый сюжет, мягко скажем, вообще регионального телевидения, к Тюменскому это не относится, у нас-то все, ебать, бриллианты. Посмотришь в интернетах. Все зависит, да, от того, кому это интересно еще. Кому-то интересно смотреть, что раньше было на месте, там, улицы Герцена, там, в 1700 каком-то. Вот, есть же люди, которые... Но это же можно все интересно преподавать. Интересно, да, рассказать. Это тема такая, что, типа, телевидение это то, что, ну, блядь, безальтернативное. Мы смотрим, потому что это показывают по телеку. У нас нет, чем отличается от интернета, мы не можем выключить, нахуй, включить другое. Мы можем только из канала переключить, а там, блядь... Кстати, этот, Егор, ты вообще шаришь вот такие вот там, типа, в году в таком-то появилось, это в Тюмени нет? Про Тюмень нет, я же Тюмень два года только шел. Ну, хотя, может, что-то и шарю, а что, вопрос какой-то? Про 70-е у нас там заказ сейчас, может быть, будет побазарить с... Заказ? Да, с этим... С как-то старые, которые... Ветеран. Ветеран Тюмени. Да, с ними пообщаться надо будет. Еще. Ну, вдруг у тебя какой-то опыт с этим есть. Общаться со старыми людьми есть. Да, особенно спрашивать, куда... Куда едешь, да. А хорошо ли у вас тут живется? На движухе ходите? Нет. А вот с того момента, с того ролика что-то изменилось, там, ну, зарплата, может, поменялась или что-то, что-нибудь? Ну, взяли в Штаты и зарплата больше стала. Может, тебе что-то позволят, начали больше? Да, есть кредит доверия, когда ты делаешь что-то качественно и так далее, но потом, мол, что-то могут за тобой не проследить уже. Но если ты его потеряешь, то все будет плохо. Можно я расскажу про... Кредит доверия? Нет, про видос про коронавирус, который я снял, и про вас. Да. Да, короче, ты знаешь, просто расскажу вам историю, которую вы знаете. Короче, Егор мне в один момент в инстаграмах пишет, короче, я снял говно. Я снял прям хуёвый ролик. Ну, не, прикольный ролик, он просто типа был на этом, на волне. Это Егор тебе пишет, или это ты так говоришь? Егор. Ты же мне написал, говоришь, ты ему пишешь. Ты говоришь, типа, сегодня на планерке нам показали ролик и сказали, типа, бля, вот заебись. Твой ролик показали. Да, вот бы, типа, вот бы было бы так. Или как это было? Короче, просто человек, который ведет планерку, грубо говоря, он сказал, что вот есть такой Сергей Шмидт, и он снял ситуативно, смешно про этот инфоповод. Теперь обычным языком. То есть в момент того, когда это актуально, интересно, он снял что-то смешное и забавное. Вот бы нам так же. Успевать. Да. Всё правильно. Значит, нет, это говорит о том, что... Ну вот сегодня утром я увидел, короче, в Мора просто вот эту шляпу, как люди писали, бля, пиздец, что... Куда вы везете, блядь, везите в Москву, вы что, сдурели? Я думаю, ну вы что, гоните, что ли? И просто чуть-чуть, чуть-чуть весело сделали. Мы просто остановились у первой попавшейся остановки, вот прям, блядь. Нет, это всё смешно, но это говорит, получается, наоборот, в нормальном уме людей, которые у тебя работают. Это говорит о том, что люди на телевидении реально чекают интернет, и всё нормально. У нас реально работают классные ребята, которые реально в теме, они адекватные, они понимают, где плохо, где хорошо. Чётко. Просто есть телевидение форматы и есть рамки, которые, в принципе, не могут позволить делать то, что можешь делать ты и так далее. Вот, не будем же мы транслировать ваши видосы все. Блин, ну интересно, почему эти люди там, помимо, например, телевидения, где-то не делают, ну что-то за рамками, например. Кто-то делает для себя. Да, есть, допустим, ведущий у нас, который пишет свои песни, то есть сочиняет, прикалывается. Кто-то снимает контентик. То есть творчество ещё в другом направлении. Нет, это ништяк. Все-все-то, блин, это суперский. Это крутая тема, да. Ну вот говорю, что у нас Тюменская в телевидении отличается. Просто я иногда смотрю, какие-то вещи где-то попадаются в интернетах, опять же. Ебан, ну там вообще что за люди работают в других регионах? У нас можно перебью, у нас, причём есть программы, которые оригинальные Тэфи берут. Это, чтобы ты понимал, это вот региональщина, это оригинальный Оскар, по сути. И реально есть программы, которые круче всех. Это вот этот? Да, да, это Андрюха Сапегин, который снял пародию на стадионе под девчонку, которая выиграла Евровидение. Вот, короче. Ну он в такой позе стоял, не знаю про этот или нет, но вот... Нет, Тэфи это вот это вот. А, ладно, да-да-да. И Тэфи это чувак. А что за передумки? Ну там начиналась так программа, с которой они выиграли, это Тэфи. То есть он снял пародию на стадионе нашем, геолог, девчонка, которая выиграла от Израиля, которая... Он переоделся в женщину, снял, это было очень смешно. Вот, а Тэфи, да, и он очень тяжёлый. Да-да-да, говорят, что он весит 18 тысяч килограмм. Кавер его. Тэфи, Тэфи, вот эта статуэтка, где вот этот чувак, он так стоит, накачанный тип. Вот так вот. Ну как ты, Ромка? Тофу. Тофу. Тебе бы преми-тофу вручки. Преми-тофу для вега. Да, ну что-то сыровато. И мы видели с Димасом какую-то тему, какую-то планёрку было по телевизору, показывали планёрку, короче. Выбирают. Ну они там общались. Там ещё и сидел я, там сидел я, короче, в цыганской рубашке. Это хорошо. И я общался с психологом и самотипологом. Самотиполог, человек, который... Знает о себе только всё. Да, знает о том, что... Ты спрашиваешь, что за тип? Да, я за себя могу сказать, за него, не знаю. Это, короче, специалист, который говорит о твоей психике и о твоих качествах, характеристика по тому, какое у тебя телосложение, как ты сидишь, как ты вообще выглядишь. Чётко. Самотиполог и Егор Гузеев. Пидорасина. Пораздуваем приколы на телевидении. Чё можно? Рубрики. Рубрики? Да. Рубрики на телевидении. Надо заметки открывать. Чё можно? Вообще, есть что? Давай какие-то приколы мы сейчас будем сразу переделывать. А, вот чё хочу. Реально. Чё хочу сделать на телевидении? Ну, ты секрет-то не открывай. Не, подожди. Если это заработает, будет кайф. Лучше сказать, чтобы люди уже ждали, чтобы, типа, если ты в себе держишь, ты можешь проебаться. А тут всё, типа, я хочу, значит, я буду делать. Ну, меня же сейчас смотрит ваша аудитория. То есть, первый и последний раз в жизни. Да никто не смотрит. Господи, я придумал. Да подожди, пусть у вас скажут. Я сейчас расскажу, короче, реально хочу чё. Есть такая тема, что мужики в возрасте 50 плюс реально во всём разбираются. Хоть раз общался с таким, в экономике, во всей фигне, там, я всё знаю, там, ты ничего мне не расскажешь. Хочу в гараже сидеть с такими типами, с четырьмя. И, короче, за жизнь базарить, типа, мужики, сколько денег нужно давать жене? И чтобы они такие четыре жириновских сидели, там, разговаривали. Да и вообще ничего не надо давать, там, типа, и всё такое. И потом накидывать вопросы, что-то с ними играть и так далее. Пить придётся. Ну, может, за кадром только. Это же подкаст. Вообще супер, я думаю, вообще. Но они тебя не будут принимать, если ты не будешь пить, типа, с тобой разговаривать. Ну, не знаю, но придётся в домино всех выиграть. Ну да, какой-то должен быть у тебя авторитет, и должен заработать. Потому что мужики же, они такие, типа. А может на этом и сыграть. То, что, типа, они могут что-то позволять себе в мой адрес, чтобы, наверное, на контрасте и работало. Может так. Ну вот, короче, это очень сложно, потому что надо подобрать этих чуваков, которые реально смешны и которые не обломаются на камеру. Потому что камеры включающие лексов. Не, ну это идея для головы чистая, Егор, я тебе так скажу. Нереализуемая. Ну, типа, она очень крутая, интересно. Ну, короче, когда это начнётся реализовываться, то сложно. Мне кажется, я придумывал вообще. Вообще. Не, ну идея крутая. Прикольно. Я бы сделал тоже так. Да, да, супер. Только, блин, был бы дядька. Ну, скорее всего, у тебя спиздим и сделаем какой-нибудь подкаст. С роднёй какой-то надо это сделать. Да, да, да. Чтобы быть с дядькой, со своим, грубо говоря. Димас приедет, батя его сделал. Да, да. Да, чтобы... Как правильно гнать си дорог. Да, да, да. Блин, и тётку можно-то посадить. Ну, вот в Юганске у нас вот есть там тётка, которая там всё зажили-были знает. Да, вот, ну, она кайфовала. Сказки рассказывает, да? Ну, всё может вот такое там. И поматюкаться красиво там в стихах и вот это вот всё. Блядь, короче, что придумал, пацаны. Ну-ка. Ну, это реально секрет. Хорошо, что этот подкаст немного людей смотрит. Ну-ка. А, ну и это невозможно сделать. Ладно. Короче, блядь, пиздец. Мне кажется, это вообще охуенно. Да ты больше подводишь, чем рассказывать. Да пиздец вообще. Сделать канал, канал, короче. Канал онлайн-камера там и онлайн-микрофон там. Ага. И в эту камеру и в этот микрофон могут приходить вообще кто угодно. Занимать эфир кто угодно, как угодно, короче. И, ну, это есть где-то в городе. Она хорошая качество, всё пиздатая. И, типа, и этому есть канал на телеке. Вот. И всё. И говорить можно что угодно. И, типа, этот. И видео что угодно. И вот так вот, типа, могут люди подходить и рассказывать что угодно, показывать что угодно, сценки разыгрывать что угодно. Рекламу хотите продать что-то? Попытайтесь, блядь, подойти к этой камере, нахуй. И, типа, пора дать что-нибудь. Ну, отстой в очереди, не знаю, как там решить с этим. Это мне напомнило, знаешь, как... Прикиньте? Как есть... Охуенно же, блядь. Сначала тебе... Про гараж прикольно. Тебе начнут письки показывать. Это не реализуемое. Короче, мне знаешь, что... Чё? Прикольно. Там будет очередь, просто не будет очереди, там будет один человек, блядь, в день приходить. Короче, я не могу их перекричать. Я стану водопадом. Высоты. Мне это напомнило, знаешь, типа, 7-часовые видосы в Ютубе, где чувак просто дальнобой едет по трассе. Есть такие? Да есть такие. И реально есть чуваки, которые все 7 часов смотрят. Это люди, знаешь, без клипового мышления, вот не мы с вами, вот эти Том и Джерри, все постоянно переключаются, а реально чувак, который вот 7 часов, ему интересно смотреть, как на Буране кто-то едет. Мне кажется, это детям включают просто, знаешь, как мультики, которые подряд идут, да. Бля, нихуя, мне кажется, я придумал что-то охуенное. Это надо, блядь, искать трансляцию в какой-нибудь Twitch, похуй, не телек, почему? Twitch. Ну, Twitch, и что? Телек точно нет. Я прихожу в Twitch, да, я запускаю канал, что я там вижу? Все, ты видишь там, ты можешь прийти, я тебе обращаюсь, типа там надпись, ты можешь прийти в это место, я тебе оставляю там координаты, там рядом закладка поднимаю. Да, и все, раздуемся, да, и пойдем в гараж к мужикам. Короче, это, ты можешь, типа, прийти в эту камеру и сказать, ты видишь, что нифига себе, допустим, и, ну, блядь, это, ты раскрутился этот как-то канал, ты уже видишь, что там нифига там 400 человек это смотрят. Мне интересно бы было там пойти и показать себя, там, вдруг они подпишутся на мой Инстаграм, допустим, типа, прийти и показать табличку со своим Инстаграмом и сказать, почему люди должны на тебя подписаться. Ты возьмешь эту табличку, пойдешь, типа, к этой камере онлайн-трансляции, покажешь эту табличку, скажешь какой-нибудь прикол, короче, или еще что-то, вообще побазаришь, типа, проведешь какую-то беседу с теми людьми, кто это смотрит. Блядь, это пиздец. Но эта камера должна постоянно функционировать, да? Хорошая, хорошая камера. Постоянно. Сразу компу, сразу Wi-Fi и сразу это на Twitch'е на YouTube Live. А где она должна находиться? Должен будка. Торгушка где-нибудь, наверное. Может быть, торгушка. Торгушка к Марселю. Обратимся, скажем, ему. Да? Он скажет, классная идея. Не, блин, может торгушка, может... Ну, если бы я на первом этаже жил, допустим, я бы мог это с окна своего... А в лифте? Давай в лифте сделаем. Ну, в лифте это, видишь, там, этот тяжелый... Ну, в дом же не попасть, в подъезд. Ну, типа, для безопасности, там, будут мешать и туда, да, и в подъезд трудно попасть. А было бы прикольно, если бы я на первом этаже жил, вот, и этот, я бы смог вот так вот камеру с кухни своей вот тут так вывести в окно, грубо говоря, и микрофон. Не, почему нет? Есть же там серфинг-бук или как это называется, где книги меняют на улице, стоишь там поменял. Почему так нельзя? Не, надо думать. Интересно, интересно, типа, ну, давайте придумаем, что реально можно реализовать. Вот завтра Егор придет на работу и скажет, вот такая есть идея, короче. И все скажут, блядь, можно я тебе еще раз потрогаю? Вот так, можно же идею сейчас раздуть? Нормально. Ну, надо... А какие вводные должны быть? Короче, ну, вообще, что есть, типа, что можно переделать или от чего можно оттолкнуться? Какие рубрики есть вот у тебя? Уже есть? Нет, не у тебя только, не только у тебя, у других людей. Успех чем измеряется, первое, скажите мне? Славой, ну, типа, количество просмотров сейчас. Где, в сети? Да. Или на у вас, как там? Я не знаю, как отслеживать просмотры в телевидении, честно. Сука, даже ты? А откуда это? Человек, блядь, работает. Ну, вот я говорю, мне кажется, сейчас успешная передача на телевидении, это то, которое можно залить в интернет и которое тоже посмотрят. Ну, типа, КВН смотрят много же людей. Понять обратную связь с телевидением вообще реально невозможно. Не. Возможно, только из тебя узнали. Я откуда такую фигню знаю, что, типа, в телеках? Я, наверное, хуйню какой-то. Ну, у тебя же, твои же выпуски смотрят больше людей, чем в интернете, чем, ну вот, почему нет. А мне кажется, что... Просто телевизионный формат, который можно залить в сеть и сделать. А рейтинги, это что такое? Рейтинги? Ну. Ну, это уровень популярности. Как это узнают? Знаю же, как-то. Ну, мониторинг, там, считают просмотры, лайки, комменты. Не, почему? Как-то же с телевизора знают, что я именно включил этот канал. Ну, там, да, по-моему... Что я находился на этом канале. Это и есть. Там как-то уровень отслеживается, коэффициент того, насколько остаются на канале-то, то есть, сколько секунд смотрят. Как они узнают, да, да, да. А как я не знаю, слышу, вот, чем я не слышу. Ну, есть какие-то. Рейтинги как делают, пацаны? Да, да. Бля, я рассказываю, я работал на радио, нахуй. Те, кто заказывают рейтинги, есть, короче, как сказать, компании, которые дают рейтинги. Ну, пока говорят тебе, какие рейтинги. Заплатил бабок, нихуя себе, ты на первом месте. Нет, так это понятно. Вот и все, вот так все. Смотря кто проводит, какие эксперты. Короче, я вам говорю, просто вот очень простая тема. Успех сюжета на телевидении – это то, как его форсят в интернете. Да, да, 100%. Вот, поэтому давай. Есть помимо тебя какие-то ребята, которые... Форси тоже в интернете. Ну, потому что твои ролики разъем, ну, типа, разлетаются. Смотрю, там, да хуя просмотров много. Ну, да, остался и постный, да. Да, сделаем. Да нет, короче, чё, есть... Блин, вот честно. Есть смешной чувак, который делает похоже, как я, только по-другому. У него тоже что-то смотрится. Но я не хочу сидеть, вот там выпендриваться, типа, бля, как... Больше чем меня никто не смотрит. Ну, блин, не знаю, больше чем. Никого не видел. Вообще чем меня никто не смотрит. Я вчера увидел типа, который там топы какие-то говорил. Артурка, я про него говорю, да. А, ну вот, он какие-то топы там рассказывает. Ну, ему это интересно, он тоже это заливает, да. Видишь, проблема людей, мне кажется, в том, что они... Вот сейчас мысль такую глубокую скажу. Они работают не для себя, что ли, а для телевидения. Вот реально. А вот у меня почему вот в кайф? Потому что я, в первую очередь, думаю о себе. Во-вторых, телевидению это в плюс, потому что у них больше рейтинга, да. И мне в плюс, потому что я отдамся полностью этой работе. Потому что я делаю для себя. Да, чтобы интересно было, типа. Мне кажется, успех в этом. А когда они поймут, что надо еще тебе денег дать? Ну, давай, короче. Поймут, поймут. Да, я буду. Вот есть типы у тебя, которые развлекательные, вот это, не новостные. Ну, топы, кто-то общается. Топы Тюмени именно? Топы Тюмени, любой топ. Вот возьми топ чего-то и придумай. Вот. Ну, а допустим, Артурка в этом выпуске прикольную штуку сделал. Вот я реально не знал это. Короче, вы знали, что ФК Тюмень пропустил больше всего голов в каком-то бородатом году? Ну да, да, да. Реально, это топ тоже. О том, что конек-горбунек настолько... Горбунок, не знаю, настолько известная тема, что в Индии два фильма есть по коньку-горбунку. Ну, прикинь. Ну, это интересно. Ну, типа такого. Ну, познавательный. Ну, не всем это. Просто когда он реально типа из фильма вот эту видяшку вставляет, реально смешно. Да, интересно. Всякая такая тема. Топы, что еще? Интервью берут у различных тюменских или те, которые приезжают. Кто-то снимает что-то, связанное с историей. Блин, прости, что перебил. Первый раз извинился за подкаст. Короче, интервью, региональное интервью, это, бля, ебать, какой-то... Отвратительная хуйня, но... Костер тщеславия для человека, которого приглашают на интервью. А скажите, до того, как появился Дудь, что было кроме Познера, не Костром тщеславия? Вот я вот не знаю. Не, почему? Интересно же, из-за чего-то интервью посмотреть. Ну, возможно, интересные есть люди в Тюмени, но просто в общей массе, когда приглашают тюменских каких-то людей на интервью... Какие они хорошие. Они, ебать, сидят вот так. Я добился всего, бля. Вот так вот это, короче. Мне кажется, если ты до сих пор в Тюмени, говорит, что добился всего. Да, да. Если только у тебя не позиция такая, как, допустим, Андрея из базы в Зубово. Да, то, что я буду развивать регион, в котором нахожусь. Ебать, Андрюха Зубов, это вообще губернатор нахуй Тюмени, я думаю, он должен быть. Он просто герой, блядь. Мы его позовем, наверное. Я ему скажу, что он герой. Потом станет министром строительства. Он с Когалыма, кстати. С правильного места. Да. А он работал на Сибе, кстати. Я знаю, он работал в передаче, точнее. Мы с ним в КВ играли в одной команде. Когалым СМ называлась. СМ? Простите, пацаны. СМС не хватило? Нет, Когалым столица мира называлась. Команда. Это у меня выпуск. Пацаны, пацаны, я сказал, не хватило БД. Я потратил весь. Не хватило БД, я жопу не помол. Ты сказал, Когалым столица мира, ездил в Амутинку. А в Амутинку, если ты скажешь жителю, что Амутинка центр мира, он тебе ответит Амутинка пуп земли. Это прикол. Это типа Саламалюйка, Маламка. Слава Украине, героям слава. Да, да. Амутинка пуп земли. Я вначале нарезку сделала, то очень смешно звучит. Ебать, пацаны, я вёл день Амутинки, короче. Отвечаю, я вёл день Амутинки пару лет назад. Нормальное мероприятие, да. Люди такие стоят, там вот эта ДК школа. Нет, школа у них, блядь. Какая-то площадь, я не помню, там школа или... Вроде бы школа, короче. Или что-то, короче. И я там вот, типа, блядь, на крыльце. Амутинка! А у тебя шнур проводной был? Нет, обычный микрофон прям был нормальный. Они прям дистанционные, да? Ну там только два метра. Дистанция два метра всего. Амутинки более-менее классно, кстати. Где они? В принципе, неплохо. Там магазин есть, кафешка. Я зашёл в какую-то кафешку, хотел похавать. А там, короче, свадьба была или юбилей. Там очень много старых людей. Там, блядь, вот Амутинка и вот это, блядь, завод медоборудования. Остановка, где очень... Они, короче, борются между собой. Так отсутствует контингент возрастной определённый в таких местах, потому что все уезжают. Не знаешь, что вспомнилась, какая тема? Прикинь, из башки вылетел. Ладно, говори, пока я потом скажу. Давай вернёмся к Артуру, да? Артур снимал топы. Ну, ну, да. Ну вот... А, рубрику. Блин, ну прикольный топ. Но для широкого зрителя, которому говно нужно смотреть, ему интересно будет смотреть такое? У тебя прикольно, потому что у тебя ситуативно. Типа, у тебя, ну вот, по сути, даже комедия. Я её называю, это стихийно. Ну, да. Комедия рождается на месте, когда ты шутишь, импровизируешь с людьми, и люди прикольные. Стихийно, это когда рифмы есть. Если ты что-то готовишь, это должно быть... Или какая-то... Ну, бля, вручим ему медаль, блядь, мистер Каламбур. Я вот так буду разговаривать сегодня. Мистер Каламбур 2000 в долг, блядь. Нет, ну он уже, блядь, сегодня взял, нахуй, этот... Пальмовый, блядь. Подача-то про это, про то, как это подаётся? Ну, во-первых, ну вот, интересно же, про конька-горбунка, там, туда-сюда. Ну, это нам интересно. Ну, а людям, которые говно, нужно посмотреть в интернете? Что значит, людям нужно смотреть говно? Ну, вот, опять же, клиповое мышление, тап-тап-тап, нужно что-то такое, короче. Какая-то дичь. Почему паблики сейчас разматывают, просто говно какое-то показывают, и все на них подписывают? Да сейчас вообще очень странно. Вот мне тикток до сих пор для меня тёмный лес, потому что я не понимаю, как может 70, там, миллиардов просмотров иметь видео, где человек просто синхро-буфонадой занимается, открывает рот под музыку. Вот сейчас это тренд, на самом деле. Прикиньте, да. Почему-то... То есть то, что назвало, то, что ушло из КВН лет 20 назад, сейчас просто набирает бешеную популярность. Да, да, да. Тикток, я тебе так скажу, Егор, короче, у 80% молодёжи до 20 лет в мире... Мире. У 80% в мире есть тикток. Это порядка, ну, сколько? Ну, миллионов, 700, 800 человек. Расскажи, может, это будет не так интересно в плане, там, юмора и всей фигни. Расскажи, пожалуйста, как работает тикток в плане предлагаемых кому-то. То есть у меня есть видос, я их выкладываю одновременно. У одного 27 просмотров, у другого 200 тысяч. А я их одновременно выложил. Что это такое? На двух аккаунтах? На одном. А, ну, короче, этот, тикток как работает? Так как, ну, есть, вообще, как работает в идеальном мире, он работает, там есть рекомендации. Да. Это просто лента, в которую ты попадаешь всегда. Всегда ты есть в рекомендациях. Ну, допустим, вот, показали мне твоё видео, я не среагировал на него или прощёлкал. Показали потом Серёге, он тоже с ней среагировал, прощёлкал, короче. Всё. И типа твоё видос оттуда уходит из этих штук. Ей больше не показывается. Ну, а если бы я лайкнул или откомментировал, или сохранил, или отправил другу, то твоё видео остаётся в рекомендации и начинает показываться следующим людям. Короче, всё зависит от того, насколько в начале того, как ты выложил, его форсят. Ну, да, да, да. Люди отреагируют, да. Ну, как в Инстаграме, то же самое, да? Ну, там чуть-чуть алгоритмы посложнее. Ну, там всё равно тоже... Не, ну... Так давай тогда кейс лайфхаки, что писать смотри до конца. Ставь лайк. У Киликбэйта всё равно работает. Лайфхаки элементарные. Оставить, типа, внимание. Вот представь себя смотрящим. Вот и лайфхак. Представь себя смотрящим. Ты начинаешь шёлкать ленту. На чём бы ты остановился? Есть вариант, что ты остановился бы на том, что ты снял? Или нет? Типа, вот и думай. Вот. И типа, ну, чтобы остановился, во-первых. И чтобы человек потом нажал ещё лайк, и потом, ну, желательно досмотрел. Типа, если досматривает, это тоже считается. Вот. Ну, мне кажется, то есть ТикТок для того, чтобы продвинуть своё приложение, в какое-то время использует иногда, или, может быть, часто, такую штуку, как, типа, дать человеку почувствовать себя звездой. Первые три видоса они в любом случае набирают. Нет, нет, не в любом. Просто, типа, вот, наверное, какой-то... Я выкидывал говно, ничего не делал. Какой-то план у них есть, то есть, типа, и всё. И там они дают кому-то вот столько-то просмотров, чтобы он насладился. Но там есть все инструменты, чтобы, типа, заинтересовать. Ну, вообще, вот, я тоже про Инстаграм пацанам иногда говорю. Типа, ну, вот, представь реально, как Рома говорит. Ты листаешь, листаешь, нахуй, я дальше перелистнул, перелистнул. Или разъёб какой-то вначале должен быть. А в ТикТоках вот эти же все... Почему? Ну, и заходят в основном вот эти вот, блядь, имена там тех, тех, тех. Ну, вот эти надписи. И пишешь надпись, сразу интересно. Сразу же интересно. Ой, я это делаю. Рабочая тема. Просто нужен какой-то, ну, типа, блядь, как это, триггер? Нет, не триггер. Да, да. В Инсте очень рабочая тема, я даже сам сталкивался. По-моему, Марсель, я видел, нужно было пихнуть какую-то очень серьёзную инфу. И просто заставка секундная, как 25-й кадр, голые бабы, короче. Ты по-любому класснешь, она классная. И там на серьёзных щах что-то объясняют. Ну, это такая уже тема, это уже такой инструмент, короче. Не знаю, нужен просто вначале заинтересовать. Титра, может быть, в Инстаграмах, ещё что-нибудь. Я не знаю. Я вот не знаю, какие вот у меня есть посетки. Ромка мне прикольно посетовал. Я когда обращался к нему, типа, по поводу вензелей, выложи, не выложи. Прикольную херню сказал, типа, я, говорит, устал смотреть его уже. Да, да. А у меня, типа, видос просто начинался с того, как я говорю. А после этого я начал очень быстро нарезать всякие прикольные моменты, типа, гэги. Да, да, да. Тизер. Ну да. Да, 100%. Так это и рабочая тема вообще. Я бы тебе посоветовал, на самом деле, просто делать, ну, куда-то, например, заливать на группу вашего канала в Инстаграме полный ролик, а себе какой-то монтить, как короткий, самый разъёмный. Грубо говоря, и нельзя ориентироваться на звёзд. Вот в чём ещё прикол, типа, я ошибка вообще всех. Все ориентируются, вот, грубо говоря, зайдёшь сейчас вот к Жене Кулику, да, допустим, на страницу. Ну, я не подписан, но я знаю, кто это. Команда Канголоса. Да, да, да. Вот, и ты посмотришь там, типа, ролик. Он достаточно длинный, но он звезда. Да. Он может себе позволить. Кредит доверит. Еба, вы знаете, кто снимает Вайны Кулику? Кто? Жора Крыжовников. Я не знаю, кто это. Горько. Горько 2. А, режиссёр. Да. Я не смотрю русские фильмы вообще. Ничего себе. Нет, ты Горько 2 не смотрел? Ничего себе. Еба, Горько 2, я не знаю. Нормально. Я вообще кайфовал. У меня не было, типа, такого, знаешь, вот эти, знаешь, бля, люди, которые зарегистрированы на Кинопоиске. Ну-ка, блядь, дайте-ка мне ещё что-нибудь интересного. Я смотрю, бля, посмеяться. Нормально. Слушай, ну, Квартет И мне нравится, а всё остальное, не знаю, короче. У Квартета И была одна ошибка быстрее, чем Кролики фильм. Я не вкурил, вообще не понял ничего. Ну, может быть, я тупой просто. Но я люблю Депрессуху, короче. Типа Быков? Да, да. Я не смотрел Дурака, но я смотрел Майора. А я Дурака смотрел Майора. Майор, блядь. Такой, блядь, сейчас сказал, я не смотрю русские фильмы, уже два назвал, которые спутят дебил. Ну, это реально всё, что я смотрел, наверное. У меня любимые фильмы больше советские, чем русские. Ну, это да, это классика вообще. Мы как старая бабка сейчас говорили, после Голубя. Ты чё, это вообще супер. Посмотрите Гайдаевские комедии, пересмотрите. Я вот когда смотрел, типа, когда плотно, ну, начал писать, типа, уже вот эта профдеформация произошла. И ты смотришь и думаешь, как всё прописано, круто. Вот эти гэги, блядь, звучки, вот эти. Надо объяснять людям, что такое гэги, наверное. Ну, шуточки, прикольные моменты. У меня знаешь, как есть определение? Типа, гэг — это нечто смешное, что нельзя назвать шуткой. Ну, да-да-да, наверное, да. Вот, типа, пёрнул кто-нибудь — это гэг. Типа, упал кто-нибудь — это гэг. Фишка, люди есть, говорят. Талибы говорят, о, такая фишка прикольная была, вообще суперская. Тема, тема. Прикол. Блин, ну, короче. Кай-дай, кайф. Егор — это Надежда регионального телевидения. Надежда Николаевна, я бы сказал. Это я бы сказал. Надежда Николаевна. Всё, ладно, схлопнем быстренько. Давайте последнюю рубрику. Чё? Про женщин? Про женщин? Давай, без Демаса, без дамского угодника поговорим про женщин. Какую бы женскую тему ты бы хотел обсудить? Мы же разговаривали про свадебки, про подарочки, вообще там про девчонок, про какие-то их свойства. Где знакомиться с девчонками? Как? Или как? Как? Ну, как и где вообще? Давай знакомство с девчонками. Давай, расскажи нам какой-нибудь интересный случай. Интересный? Ты сейчас в отношениях? Да. Где ты познакомился со своей? На работе. На работе? Да. Она тоже из телевидения? Нет. Мы работали на портале, а через... Ну, короче, я уволился с работой, мы где-то год не встречались. Ну, не общались, потом у меня произошел разрыв отношений, и сразу начались другие. А подкараулило, да, я так понимаю? Или ты такой? Да нет, я в один момент просто сел, подумал и понял, что мне кроме нее никто не нравится вообще. И мы попили кофе, и я реально все понял, короче. А как вообще это все получилось? Мы вот не просто раздумывали... Ты собираешь инфу, как будто мы сейчас импровизация будем играть. Я сейчас расскажу, а пацаны покажут это вам все. Мы просто раздумывали. Прикольно, слушай, вообще классно. А типа знаком. Наши самое кайфовое, когда ты понимаешь, что ты тоже нравишься. Это самое кайфовое. То, что до этого ты такой, как идиот вспоминает, может, ты уменьшуешься, может, типа, надумаешь, ты идиот там какой-то. А тут типа, что, да-да-нет-нет, да, бля, натуреет. А как это вообще? А как ты узнал? Вот попили кофе и сразу начали мутить или нет. Потом опять кофе попили, а потом еще кофе. Сколько раз. Это вредно. Сколько дней общались? До чего? Ну, давай, смотри, вот ты расстался с девчонкой, сидишь, плачешь, да, играешь на гитаре. В небе звезды горя. Не, на самом деле, короче, это было не так. Если по чесноку, я просто все свое время, что я там горевал, переживал, я сидел у своего друга. Мы слушали Яндекс.Музыку и курили калик. А что, ничего за по Яндекс.Музыке? Грустная песня? Макс Котт. Нет, не Макс, а Мотылек, но что-то практически... Нет, да. Да там что-то было. Ничего не говори. Да не помню. Я уйду и не вернусь. Сейчас Димас бы заплакал, это его любимая песня. Я знаю, поэтому напил. Да он сейчас плачет. Да, нихуя он не плачет, он сейчас загорает. У меня у него спит на тренировку по бейсболу. Могу рассказать, как я смешно первый раз с ней поцеловался. Ого, это интересно. Короче, есть подъезды, в которых свет тухнет, если ничего не слышно. Да, да, да. И мы стоим просто общаемся, все дела. Вы так громко целовались, чтобы свет был всегда, да? Нет, нет, прикинь, прикинь, они целуются, свет гаснет, и Ега такой... И свет включается, и дальше не беспокойся. Ничего не говори. Я просто боюсь темноты. Да нет, просто... Я она такая, ой, ты такой талантливый. Ты, наверное, корреспондент. И все, свет выключается, и я, наверное, да была, не была, поцеловались. Красиво, красиво. То есть вы, типа, стояли в подъезде, и была надежда, что вы не поцелуетесь. Это кино. Надежда, да, была. Я лайфхак, пацаны. Ну тебе это что, лайфхак? Тоже ты в отношениях. Лайфхак, пацаны, короче. Если вы гуляете с девчонкой, ну типа там свиданка у вас, и вы, так вы знаете, менжуетесь. Короче, подъезда проводите, говоришь. Ага. Давно в подъезде стоял. Он говорит, блин, давно. Пойдем? Постою. Ебать, рабочая тема, пиздец. А если ты домофон не знаешь, короче? А зачем? Ее, ты же ее до дома провожаешь. Но я недавно с девчонкой гулял, я не... Как сказать? Не стал. Не стал. Я этот такой, Робин Гуд. Что ты не стал? Я кайфую сейчас, у меня нет такой цели, типа, отношения, потому что... Ну я, типа, блядь. Робин Гуд бы был в плане отношений, это тот, который кадрит девушку и отдает ее лохам. Да, да, да. Димас смешно сказал, говорит, я смешу телок и не ебуй. Я получаю чисто просто удовольствие от общения с девчонками, с прикольными, симпатичными, обмен энергиями, получается. Я просто уже, во-первых, нахуй разведенный и старый, блядь. И мне как бы в отношения впуливаться, это... Это надо опять придумывать, как наху гаситься, потом сказать, ай, блядь, пойми, красавица, дело не в тебе, дело у меня, я просто испорченный, молодой человек. Я сначала думал, что я с тобой изменюсь, а я остался таким же, блядь, там, туда-сюда. Да, как все сложно. Я думал, там, типа, блядь, надо вспоминать, как одеяло под одеяльник запихивать. А прикинь, а вот Ром, ты же вообще, представляешь, да, если новые отношения, там, когда вот все уже очень долго и к этому привыкать к чему-то. Ты же вообще не умеешь знакомиться, мне кажется. Я вообще охуенно знакомился. Да, он вообще никогда в жизни не разведется. Нет, конечно, это понятно. Я даже сплевывать не буду, это сто процентов. Я просто знаю. Ну и не закинут еще. Я их сын, на самом деле. Я сын Ромы и Леры. Да. Да ко мне это хули знакомиться, я пизда-то выгляжу. Ну тут, в смысле, мне просто... А с тобой знакомиться? Не, мне просто повезло, ну, типа... Ну, мне легко познакомиться, я могу подойти к кому угодно и сказать, че, как дела. Честно скажу вам, короче, у меня... Я когда перед разводом, типа, у нас были движняк, что, типа, можно было сохранить что-то, я ходил к психологу. Нормальная тема. Да, интересно, интересно. И она что-то мы базарили, короче... А ты с ней ходил? Нет, один. Что-то про пример мне, там, вот, говорит психолог, что-то спросила про пример. Говорит, вот кто, типа, в поведении такой, думаю, 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 в плане отношений. И у меня сразу в голове, Рома, сто процентов, Рома, ебать, это идеал в отношениях. Ну, а не просто, это, рак и скорпион. Бля, скажи, скорпион, ебать. А вы верите в эту стихию? Это рабочая тема, бля, я вот, я бабахну, обхуй, любой аргумент против. Сто процентов, это рабочая тема. То есть то, что ты родился в январе, а кто-то в августе зарешает отношения? Ну, понимаешь, люди, короче, насколько, вот, например, я рак, да, и у рака, типа, единственный знак, короче, у кого покровитель луна, например, да? Луна, мать. Серьезно, вы мне сейчас это расскажете? Слушай, я тебе, я тебе расскажу. А луна, то есть это Сейлор Мун, блядь, так что это маска. Слушай, слушай, люди говорят, типа, да все хуйня, луна, ребята, она, короче, берет и ебучий океан, говорит, отлив, нахуй, или прилив, нахуй, луна. А, блядь, а в людях, во-первых, есть водичка же, есть же, ну, а люди думают, она на нас не влияет. Ну, типа, не знаю, как-то звезды, типа. Ну, не, реально, рабочая тема, сто процентов, пиздец. А то есть ретроградный Меркурий тоже? Да. У меня жена просто охуенный человек, ну, бывшая, бля, я пиздец ее, мне кажется, до сих пор люблю, она очень классная, но просто она овен, а овен с раками, ебать, это, ну, пизда конкретно. Мы думали, что, типа, может быть, что-то это, есть исключение, наверняка есть исключение, но вот тут так получилось. Мне не может в голове уместиться тот факт, что, по сути, есть 12 типажей, и они все зависят от того, в какой месяц ты рождеешь. Да, не, не, на самом деле не 12, типа, там много все глубже. Есть вот этот змеи носит с ебучей 13-й знак, там, ну, дохуя делов, короче, но в целом прикольно. Есть там между... Я смеюсь с того, как мне объясняют вот люди, которые в этой теме более шарят, там, из разряда, вот я в марте родился, и вот ты в марте родился, почему мы разные? Ты рыба, которая против течения плывешь, а я по, понимаешь, брат, тут такая тема. Во-первых, в разные года рождаются люди, разные, типа, есть разные фазы, короче, есть в общем и целом какие-то характеристики. Да даже это... Но ты же возьмешь человека, который родился в один день, вы же не будете одинаковы? Нет. Ну, будут какие-то... Блядь, на тонком уровне будут какие-то у вас, блядь, штучки похожие, короче. Ну, реально, я тебе сто процентов говорю, у меня много друзей, короче, ну, знакомых с которыми... Вот ты кто по знаку зодиака? Рыбы. Рыбы, вот мы же, блядь, а мы все вода, видишь, тебе же легко с нами. И Димас тоже, Димас тоже же рыба? Дима, да, первая. Димас тоже рыба. Мы все рыбы, что ли? Не, вот мы водичка, водичка, да. Дима, человек-то, у меня вот Ярик Кент, короче, он телец, мы с ним вообще тоже, блядь. Не, единственное, вот правило, которое я в этом плане наблюдаю, у меня братуха младший, телец, в год красного быка. Упрямый, я его мир тортал, вообще серьезно. Упрямый, самый, самый упрямый человек, который... Нихуя рака, вот, блядь, нихуя, короче, упрямее рака нет никого, мне кажется. У меня мама рак, не считаю, упрямый. Бых, короче, у нас чуть-чуть другая упрямость, типа, мы цепляемся, цепляемся. Ну, типа, не просто так взяли, типа, блядь, в июле будет, нахуя, рак. Все это, блядь, давным-давно было придумано, а люди сейчас такие ходят, блядь, говорят, ой, что вы верите, блядь, в знаки зодиака, нахуй, послушай, как, блядь, ты силен. Ну, ты же рано или поздно, но определишься с семейной жизнью, с супругой? Ну, ты планируешь вообще? Жениться? Да. Ну, нет, завести отношения. Да, да, конечно. Ну, ты будешь на это обращать внимание? Сто процентов. А то есть, если вот крайняя степень несоприкосновенности по знакам зодиака, ты не будешь в отношении? Я просто узнаю, ну, в смысле, я увижу человека и, скорее всего, я поебать попадаю в знаки зодиака. С девчонками, с кем общаюсь, пизда попадаю в знаки зодиака. Вот с кем мне легко общаться, я стопудово понимаю, это или тот, или иной знак зодиака. С кем мне сложновато, короче, я понимаю, что это не мое, короче. Такая движуха. Интересно. Интересно, да. На язычке такая тема работает. Потому что, типа, многие выбирают на внешность людей, не задумываясь просто, блядь, с кем вы будете жить. Вы будете жить с человеком, который будет жухнуть, скорее всего, со временем. А внутри-то, блядь, общение же важно. Ладно, мы, блядь, как познакомиться с тёлкой? Вот как мне познакомиться с прекрасной девчонкой? Тебе это легко тоже. Нет, я стеснительный, мол, ты, блядь, палишь. Мне кажется, нужно делать так, чтобы никто, кроме тебя, так не смог. Мне кажется, сейчас очень, очень мало... Простите, простите, у меня на компе высветилось из Google Chrome, короче, это кликбейт. У невоспитанной Ксении Собчак заподозрили серьёзное отклонение. Блядь. Нихуя себе. Невоспитанной Ксении Собчак. А, да, так-то и... Она её недавно выгнали с самолёта. Ух. Да, что-то накричала. Всё, что она делает, и я теперь через призму того... Я за неё голосовал. ...того, что она президента. Да-да-да. А я за неё голосовал, блядь. Короче, у меня единственный лайфхак, вот 100% я могу посоветовать всем пацанам, чтобы познакомиться с девчонкой, необходимо начинать с шутки. Да. Но с интересной, с нормальной шутки. Я недавно смотрел интервью с Вики Складчиковой, такая, стендап... Ну, девчонки стендапные. Я не знаю, она рассказывает. Прикольная. И она говорит, типа, она же комик, и некоторые пацаны там подходят к ней. Пытаются шутить. Да, пытаются шутить, короче. Жёстко, прикольно. Я не знаю, рассказывал тебе, блядь, супер. Вот это вообще, вот про юмор, прям про юмор. Я увидел девчонку в Тиндере, всё, бам, насовпали, короче. Ты её лайкнул, аначе. Да, я сижу такой, блядь, ебать, ты красивая. Прям вслух говорю такой. Думаю, что написать? Пишу, и я когда увидел, что, ну, тебя в Тиндере, прям вслух сказал, капец, ты красивая. Прям вот написал так, как есть. А она такая, ахаха, спасибо. Я говорю, может ли некрасивый пацан встретиться с такой красотой в жизни? Ну, это ебаная фраза. Ну, подвязал нормально. Она, и она даёт мне, типа, этот, почву, насколько некрасивый. Я говорю, ну, по шкале некрасивости, где-то между курганом и туфлями из Ашана. И она пишет, мне нравится, как ты шутишь. А я день назад или два дня назад в караоке, когда работал, типу, кальянщику молодому, говорил, братан. Главное, что-то мы разгоняли, а он клеил хостес. И вот, говорил, юмор самый, она говорит, мне нравится, как ты шутишь, я такой, я говорю, это лучший комплимент для любого мужика. Она говорит, самое страшное в жизни, родиться не смешным мужиком. Я говорю, или женщиной, просто женщиной. Нормально. Она не, слушай, дальше, мы с тобой, Рома, откуда-то ехали, из Каскары, блядь. Ехали, короче. И она молчит после того, как я написал, просто женщина, я думаю, бля, обиделась, что ли. Пишу, ты что, обиделась, молчит. Я говорю, если ты обиделась, я бегу в канцелярский магазин, покупаю карандаш и отматываем кассету нашего диалога заново. И она все, ебать. Все, ну вот чуть просто подними настроение. У девчонок не всегда хорошее настроение. У меня тоже недавно товарищ, у него отношения с девушкой, она ему сказала простую фразу, ну типа, ты, конечно, красивый, но если бы ты молчал, у нас бы ничего не было. Типа отношения реально, ну это то, в отношениях реально тащит то, как ты разговариваешь. Да, 100%. А посмотри еще на мужиков, да, ну мы же по сути не очень красивые люди, да, вот мужики, да. Дальше вот идет более-менее красивая девушка, рядом с ней толстенький, какой-нибудь лысенький, чугачок идет. И он не факт, что у него под жопой там Мерс или чего-нибудь такое, он просто доставляет ей вот это вот удовольствие своими своей головой. Настроение, супер. Или просто какой-то неожиданный комплиментик про Маник. Вчера девчонка есть знакомый, очень красивая, вообще суперская. И я такой, я пишу, увидел историю, бля, пишу, Маник топ. Все. Маникюр. Все, бля, ну ни один пацан не сможет. Все же типа, ой, нахуй этот маникюр вам. Я просто решил подметить, что прикольный маникюр. Ну тебе же понравился. Да, да, прикольно. Ну, беленький. А, да, я только что поймался на мысль, что я все эти аккаунты пролистываю очень строго прям. А у него, нет, у него не просто с маникюра, у него там что-то. Ну, заказал пицуху и просто типа рука, я просто подметил деталь, говорю, Маник топ. Я говорю, я вот, мы в каком-то подкасте говорили, я когда был в браке, я был долбоеб, я не обращал внимания. Ну, ебанутый, тупой, бля. А сейчас я все знаю, что надо делать, нахуй. Пишите мне, бля, я все расскажу вам. Это знаешь, как история про самоубийц, типа, когда ты прыгаешь с моста, ты думаешь, все в жизни можно вернуть, кроме того, что ты уже летишь с моста. Да, 100%. Херня. Ну вот, короче, Маник топ, просто подметил деталь, и она говорит, ебать. Нихуя себе. Реально, что ли? Да, но это же прикольно, просто поднимите, девчонки, настроение, скажите, какая она красивая, не пишите нахуй, запишите, вот на ответ на историю, запишите видос. Да, я так начал делать больше и больше обратки, ну, в смысле, просто не обязательно девушки. 100%. Потому что ты больше внимания этим сам показываешь, ты больше внимания уделяешь. Да, я когда в Тиндере, короче, знакомлюсь с девчонками, ну, и узнакомился, сейчас я уже бросил эту тему, я всегда говорю, давай или в WhatsApp, или в Instagram, потому что там можно голосовухи отвечать. И ты когда, ну, она же не знает, с кем общается, а ты такой в Instagram говоришь, ну, вот и я здесь, приветы. Ну, какой-то фраза, она такая, ой, у тебя такой голос красивый, я говорю, у тебя тоже очень красивый. И когда, ты понимаешь, если твой комплимент зашел, девчонка голосом растекается, короче. Спасибо. И вошла в мою грешу. Вот эта песня там, человек. Да, да, да. Ну, это я здесь, в ее пусть, я как сейчас зайду в Instagram, так. А прикинь, а сейчас, короче, ты будешь, те же все равно пишут обратку на твои видосы, на всякую тему. Ты просто людям же отправляешь в виде оху, а не, типа, начну, думаешь, ты к ним подкатываешь. Да нет, не подкатываешь, вот когда, типа, пишут, ну, там, репостят, я всегда делаю, ну, отправляю. Во-первых, несложно, ну, и человеку... Проще намного, чем писать. Человеку удивляет, он не подозревает, что так возможно. Проще, да. Я реально задумался над тем, что тебе проще нажать на одну кнопку, чем печатать пальцем за минут 15. Во-первых, интонацию не передать, вот ты можешь наморосить же что-нибудь. Дорого, чем, бля, души намного. Все, и это конвертит конкретно, сразу люди подписываются. И без ошибок всегда. Да, да. Голосовуха всегда без ошибок. А у Ромы вообще, Рома, в русском дрова конкретные. Причем дрова. Да, дрова. Я зайсы и птицы пишу. Ладно, давайте еще по совету пацанам или девчонкам, короче, в отношениях. И все, и просто что-нибудь. И пойдем наху спать. Бля, я не знаю. Будьте собой. Честность, честность заебись. Да, будьте собой. Ну, вот даже оманики, это же, грубо говоря, честно. Да, мне нравилось, понравилось. А никто не подумал, честно сказать, то, что испытал, грубо говоря, по поводу чего-то. Вот, и честность выигрывает всякие такие моменты. Честно, ты сказал про то, что, типа, бля, я вот увидел тебя, пиздец, красивая, и сказал вот это, типа, как ты сказал, но ты понимал, короче. Ну, вот, короче, в Тиндере, я вот, мне бы, не хватает навыка, вот, когда я в Тиндере, блядь, залипал постоянно, первая фраза. Ну. Типа, привет, там что-то. Если у нее есть какая-то от чего толкнуться, от фотки или подпись какая-нибудь, это вообще, у Демаса история смешная была. Как же, блядь, у девчонки ненавижу, когда люди врут. Он что-то говорит, привет, ты самая красивая. Ой, мне приятно, он пишет, не ври. Я охуенно. Сразу интересно. Крутая тема. Прикольно. Я бы, короче, посоветовал вот на начальном этапе немножко избирательнее быть. Потому что вот мы же пацаны, да, мы же влюбимся, и все. А тут, а если у тебя интересы не совпадают? А если еще какая-нибудь хрена, вот там, если ты знак водолея, блядь, а она там, рак рыбы, птицы, ну как, ваша тема, вот, типа. Можно время потратить до хрена впустую. Поэтому, мне кажется, нужно немножко подумать все-таки головой, стоит ли начинать. Блин, лайфхак, короче, лайфхак. Если ты начинаешь переписываться, например, в инстаграме с девчонкой, просто запули голосовое сообщение и пытайся потихоньку перейти на голосовые сообщения. Послушай, как она разговаривает, во-первых. Как она разговаривает. А если она не хочет говорить, интересно, почему. Почему она не хочет говорить? Потому что это же такая тема, в диалогах сразу тенденция. Вот, блядь, мы с тобой переписывались, я бомбанул голосовое, 90% ты мне ответишь голосовым. То же самое с девчонками работает. Вот. Видос запиши какой-нибудь. Да, брат, запиши видос. Тебе сложно бывает. Если она тебе отвечает ихние, егошние, задумайся. Блин, ну мне не сильно важно, чтобы ихние, егошние. Главное, чтобы не звонит там. Красивее. Ну это тоже не всегда. Ну вот звонит, это пиздец сразу же. Красивее вообще почти все говорят. Ну да, я так говорю, у меня на телеке как-то это отчитывали. Ну такой, знаешь, в легкой форме. Вообще-то красивее, говорю. Вообще-то я знаю. Бля, я в эфире, когда на радио работал, говорил несколько раз яички. Там директор. Ну типа когда кушать, кушать, да, нельзя яички. Думаю, бля, почему нельзя яички говорить? Так и кушать нельзя, видишь? Да, да, да. Ну я постоянно про яички говорил и кушать. Ну я вообще, когда на радио работал, я был максимальный дрозд вообще. Я вот как сейчас разговаривал, только не матюкался. Прикольно. А надо как-то менять тембр? Нет, ну четко разговаривать. Поймите, пожалуйста, сегодня. Ну о ком, молодой человек? А все в студии, мы приветствуем вас на радио. Нет, да даже не манера, я, блядь, как гопник, нахуй. Не, ну тебя приятно слушать. Да и ж, там еще что-то, еще что-то. А ты придумал себе имя? На радио? У тебя было другое имя, да? Нет, конечно, блядь. Я просто не... Сергей Шмидт, блядь. А, ну да. Конечно, нормально. Я бы себе такое имя придумал. А ты бы какое себе имя придумал? Скала Джонсон. Так и что, Ромка? Романус, Романус я такой. Вот, собственно, да. Ромарио. Романус. Не, Ромарио точно не возьмите. А, нет, ты был бы Ромка Баранина. Можешь подходит? Конечно, заново давайте. Я не могу без тебя, видишь, куда не беги, все повторится опять. Я не могу без тебя, я не могу без тебя жить без любви вопреки и от любви умирать. Блядь, красиво, пиздец. Все, нахуй, поздно. До свидания. Спасибо, пацаны.